Важно понимать о том, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. И, начиная с 1991 года, пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. На деле, всё свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны. А саму Украину просто загнали под внешнее управление. Оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте, через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развернутую на Украине. Они оказывают прямое влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни власти, от центральной и даже до муниципальной. На основные госкомпании и корпорации, включая «Нафтогаз», «Укренерго», «Украинскую железную дорогу», «Укроборонпром», «Укрпочту», «Администрацию морских портов Украины». Независимого суда на Украине попросту нет. По требованию Запада киевские власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов, Совета правосудия и квалификационной комиссии судей. Кроме того, через свое посольство в США напрямую контролируют Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Ну хорошо. А результат это где? Коррупция как цвела пышным цветом, так и цветет. Пуще прежних. Понимают ли, что их страна находится даже не под политическим и экономическим протекторатом, а сведена до уровня колонии с марионетничным режимом? Продолжение следует...